Если идти дальше по старой горной дороге, вы можете найти небольшую водяную мельницу. Потому что особенно в горах вода драгоценна, в природе существует множество устройств, использующих воду. И водяная мельница – одна из них. Другими словами, это спроектированное устройство приготовления рисового пирога на подключенной мельнице, как течет вода и вращается водяная мельница. Рядом с водяной мельницей, цветы лотоса выделяются с прохладным горным бризом и зеленые деревья. В восточных странах, цветок лотоса известен как священный цветок, и это связано с буддизмом. В пруду или заболоченном месте в Корее цветы лотоса расти естественным путем. Во дворце, где живет король были случаи, когда цветы лотоса выращивали, но нам нелегко найти цветок лотоса в горах. Если пройти немного дальше, вы можете увидеть озеро Гээсан, и он окружен горами. Это также уникальная особенность Сан-Макээ – Старая Дорога. В наши дни во многих областях было сделано много разработок. Таким образом, существует множество территорий, где окружающая среда была разрушена. Старая Дорога Сан-Макээ хорошо сохранил природную среду и сохранил прежний вид. Он показывает нам красивые пейзажи. Примечательная особенность Старой Дороги Сан-Макээ – это хорошая гармония гор и озера. Можно сказать, чудесное сочетание гор и озера. Нам открывается чудесный вид. В наши дни во многих областях было сделано много разработок. Таким образом, существует множество территорий, где окружающая среда была разрушена. Старая Дорога Сан-Макээ хорошо сохранил природную среду и сохранил прежний вид. Он показывает нам красивые пейзажи. Примечательная особенность Старой Дороги Сан-Макээ – это хорошая гармония гор и озера. Можно сказать, чудесное сочетание гор и озера. Нам открывается чудесный вид. Сан-Маги Ольт Роуд, Сан-Малонги Гил. Родная деревня, расположена в деревне Саоранг, Аса-Ри, Хинсон-Мён, Го-Сан-Гун, Хунчхон-Пукта, Корея. Это старая дорога общей длиной 10 ри, которая ведет к горе. Деревня Сан-Макээ – это пешеходная тропа, которая была восстановлена. Словно рисуя по старой дороге, оставшийся как след. Экологичный метод переработки большинства старых участков дорог. В деревянные опоры, палубы. Это не только минимизирует ущерб окружающей среде и демонстрирует естественную красоту. Как есть, красота гор, воды и лесов вдоль старой горной тропы – это место, которое можно считать изюминкой Гоисана. Гоисан-Дам, строительство которого было завершено в начале 1957 года. С использованием чисто корейской технологии. Символично он стал предметом гордости региона. Территория вокруг плотины еще более ценна, потому что он сохраняет неповрежденную природную экосистему. Сан-Макэ и Ольтрот. Построенная вдоль плотины Гоисан с использованием экологически чистого строительства. Методов, сливается с озером плотины Гоисан. Люди, посещающие старую дорогу Сан-Маги, могут насладиться природной красотой Кореи. Не беспокоясь, все влюбляются в это место. Куда бы вы ни пошли в регионе Гоисан, повсюду много долин. Со свежающим бризом, чистой водой и зелеными лесами. Это гордость, которой обладает только Гоисан. Он считается товарным знаком, олицетворяющим чистой Гоисан. Любой, кто был в Гоисане, знает, что он лучший в стране. С его чистотой и природным великолепием напитки. Каждый может это почувствовать. В Коисане зародилось еще одно известное место под названием Сан-Макэ и Ольтрот. Свежий горный бриз с ароматом кустов встречается снежной рекой. Ветер, если вы пойдете по этому пути, вы сможете почувствовать природу такой, какая она есть. Если вы с любовником, это открыто. Но становится свиданием только для вас двоих, подаренной природой. Если вы гуляете с друзьями или семьей, ваше сердце будет колебаться синхронизированными шагами. Сан-Макэ и Ольтрот. Одна из главных туристических достопримечательностей, известна по всей стране. Сан-Макэ и Ольтрот.